Девушки отдыхают 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 из аэропорта, сказал, уехал из Фрунзе, прилетел в Бишкек. Когда-то в детстве, когда был здесь на Исакуле в пионерском лагере, там несколько раз, раз в возрасте, покупались, естественно, только с берега, была мечта доплыть до середины озера, потому что видно было, что оно огромное, горы на той стороне совсем еле-еле видно. Но в то время не было никаких таких кораблей, никаких частных катеров, на которых можно было, тут какие-то рыбацкие мелкие лодки, шхуны ходили. Конечно, это была такая мечта просто, заплыть на середину озера, потому что было видно, что оно темно-синее, и там глубоко. И читали там в Атласе, по-моему, географическом, что тут очень большая глубина, и было интересно вот доплыть до этого места и посмотреть, как вот над этой глубиной, правда ли, что оно такое черно-синее, как видится с берега. Но сегодня вот мечта осуществилась, правда, по прошествии более полувека. Но, как оказалось, вода действительно темно-темно-синее там, не глубоко, хотя место, где мы стоим, не самое глубокое на этом озере. Я смотрю, киргиз, да, с какой ноги зайдет. Начал правильно, надо справа и заходить. И вот это все на потолке, это все плетут руками, киргиз, 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 киргиз. И парни старшие, они играли во дворе, у нас была беседка там такая, и собирались те, которые пришли из армии. И они там что-то делились, какие-то у них были блокноты, книжки, какие-то слова, аккорды записаны, и они там что-то пели. А я со стороны, я ни одного аккорда не знал, ничего не знал, гитару, как настраивать даже. Я просто смотрел вот на это и домой сразу, и домой как пальцы стоят, понимаешь, как настроить. Мне показали, как настроить. И вот домой сразу раз, что-то еще посмотрел и так далее. И я быстро сам, я научился сам на гитаре играть, меня никто не учил. А вот этот момент, помните, когда вот раз, пальцы, 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 а потом дрынь. А одновременно-то это вот, это же тяжело. Бой на коленке, сначала бой восьмеркой, это было. Это в то время был такой модный бой, и вот на гитаре-то сразу сыграть невозможно, но я знал, как играть, и вот все, на уроке сижу. Оно не получается. На уроке сидишь и ты его так по коленке, понимаешь? Сегодня совсем по-другому, этот бой такой архаичный уже считается, но это был такой дворовый бой, под который пели песни, я помню, такая песня была, что там «Маленькая девочка с панели», и такие страдальческие такие песни. Потому что все играли на семиструнных гитарах там. А когда я приехал в Екатеринбург, во дворе там тоже собирались с гитарами, но у всех были шестиструнки. И там и строй другой. Нет, цыганская окрас семиструнная. И шестиструнная гитара уже более страдирована, европейский вариант. Ну и все, пришлось, значит, что, седьмую струну, так ее отпускаешь, раз сюда, под гриф на спичку, хоп, и шесть струн эти оставшиеся под миссисоль рэлями. И там не то, чтобы по новой учился играть, но аккорды уже были совершенно другие. Вот, и песни другие совершенно. Здесь дворовые одни были, там дворовые другие. Вот так вот это все и начиналось. Ну, потом это все уже вышло в какое-то, ну, такое другое качество, потому что появился Битлз уже в ансамбле, в институтах, на факультетах. И я пошел поступать в Уральский политехнический институт не для того, чтобы учиться, а чтобы там в ансамбле в каком-нибудь играть. Ну, вот, собственно, так оно и вышло, я так и играл. И вот отсюда все, и началось. Но начало, конечно, оно вот было здесь, это просто было отвлечение. Я с гитарой спал просто, вот, я ее не выпускал из рук. Одна была или потом... Одна, нет, потом-то было много, а сейчас-то вообще их там полная студия, 30 штук стоит разных, самых лучших гитар мира. Но это совсем другое. Мы говорим сейчас о том, о том, как я влюбился вот в гитару и влюбился в этот, еще тогда не понимая, что это жанр, но я влюбился в песни Высоцкого. И я влюбился в то, что они были не похожи на другие, те, которые крутили по радио. И вот это для меня был главный какой-то маяк и стимул. Мне не нужно было то, что играют по радио. Мне нужно было то, что пел Высоцкий, и то, что играют во дворах, и то, что является такой нелегальной культурой. Здравствуйте. Меня зовут Елена Борисовна. Я директор данного заведения в течение двух с половиной лет. Здравствуйте. Спасибо. Это мой коллектив. Все просили разрешение, можно мы поснимаем? Я говорю, ну, наверное, Александр Васильевич может нам посниматься. Конечно, а вот по этим ступеням, неужели вот это они, те самые, да? Да, те самые, с 61-го года не изменились, эти ступени, да. Так, ну пойдемте. Проходите, пожалуйста. Ну, мы Вам готовы показать школу, в которой Вы учились. Мы, к сожалению... Это я Вам сейчас покажу. Пойдемте тогда. Мы не ходили на пение, значит, ну, там пару раз, может, были. Это, по-моему, был вот этот класс. Парты были другие. Решеток на окнах не было. Через окна мы вылезали туда. Прекрасно. Сидел я вот здесь. За той партой. И у нас баянист был, который там модную песню был. Э-э-гей-гей, хали-гали. Ну и все, значит. А мы сбегали и заглядывали в окна. Вот сюда. Интересно, зачем ты, чтобы вы сбегали, чтобы в окна заглядывали? Вот сбегал с урока в пение. Представляете, кто бы мог подумать, что потом придется петь всю жизнь. Я здесь учился до девятого класса. Вот я так и посчитала, что... В девятом классе две или три четверти... Нет, три четверти учился, и мы уехали жить в Свердловск. Ага. Но здесь я какие-то рассказывал даже вещи-то. Стихи какие-то. Это да. Знакомый класс. Я, честно говоря, всегда хотел, мечтал сюда вернуться хотя бы один раз. Это всегда, знаете, когда много лет пройдет. Вот такое светлое ностальгическое чувство вспомнить двор, в котором жил, вспомнить школу, в которой учился. Это вообще прекрасное такое чувство, которое тебя все время держит, всю жизнь. Пошел в кинотеатр Манас. Его как раз при нас построили. Там был пустырь. И построили вот на этом пустыре этот кинотеатр. Сейчас там, конечно, вокруг уже зелень, там все ухожено. А тогда вокруг были какие-то камни, песок. Ну и вот был фильм «Вертикаль» шел. И мы посмотрели этот фильм там с моим товарищем. И я вот шел из Манаса домой. И я был уверен, что мне обязательно надо научиться играть на гитаре. Обязательно. И я пришел домой и сказал маме, я хочу играть на гитаре, дайте денег мне купить гитару. Дали мне 7 рублей 50 копеек. Я поехал в магазин, в мус-товары. Да, это были хорошие деньги. И купил себе гитару. Это было стихи, вы сами пишете? Да, конечно. Я бы рад был, чтобы кто-нибудь писал за меня, понимаете. Но те, которые могут писать такие стихи, они умерли еще в прошлом веке. Иногда задают такой вопрос. У вас есть образование музыкальное? Я говорю, нет. А литературное есть? Я говорю, нет, а как же вы тогда играете и пишете? Оно не всегда образование, понимаете, оно не всегда идет в пользу. Потому что когда человек получает образование по какому-то виду деятельности, либо там литературное, либо музыкальное, там учат как надо. А для того, чтобы чего-то достичь, нужно делать так, как не делали. То есть идти по темке, по дороге, по которой все идут, там все вытоптано. Где как надо, там ничего уже не найти. Нужно кидаться в сторону, в темноту. Можно выколоть глаз, но там можно что-то и найти. Поэтому не пользоваться уже традициями, штампами и так далее. И поэтому всегда человек, который что-то на свет отражает новое, встречает сопротивление. Потому что тех, которые делают как надо, их всегда большинство. Где вот расписаться? Вот тут и распишусь на собственном. Портрете. Да. Самые светлые чувства. Вот самые светлые, ностальгические чувства, которые испытывает любой человек, который полвека не был в том дворе, где вырос, в той школе, в которой учился. И вот я сегодня здесь сижу, в этой школе. Вот это такое удивительное чувство. Вспомнить себя в стенах этой школы. Вспомнить учителей, которые были. Вспомнить все свои двойки, пятерки, все свои хулиганские поступки, понимаете, которые сегодня кажутся такими смешными, из-за которых сегодня даже немножко стыдно перед теми учителями. Думаешь, сколько мы им вымотали нервов, и какое имели они великое терпение и великую любовь к нам. Это сегодня по прошествии лет только понятно. Я каждый год, будучи еще школьником в пионерский лагерь, начиная от четвертого класса и заканчивая восьмым, мы ездили на Иссык-Куль. Потому что это очень тоже родное место. Ну вот сегодня здесь. Мы всегда говорим, главное, чтобы наши ученики стали человеком с большим буквы. Человеком. Не важно, как он учился. Оценки – это шрифт на бумаге. А жизнь, она по-другому идет. И вот учитель, сколько он добра, света вложил в душу ученика, не важно, какие оценки он имел, это все равно потом проявится. Эти деревья тоненькие были, маленькие такие. И вот этот ряд деревьев мы сажали все вместе. Это нашего класса была. Территория. Территория, да. Вот привезли эти саженцы, каждый тут копал эту яму. Я вот здесь ее копал, посадил. Это дерево было толщиной, ну, наверное, вот чуть толще, чем этот пруд. А сегодня, посмотрите, вот, знаете, это было, сейчас скажу, в каком году. Я учился тогда в классе, наверное, в седьмом или в шестом. Это был 66-67 год. Вот сколько лет прошло. Ну, вот он двор, в котором я жил. Вот здесь вот стояла беседка, в которой по вечерам собирались те, кто играл на гитаре, парни мои, ровесники, те, кто старше. А по субботам, воскресеньям здесь мужики играли в домино. Кто-то в магазин бегал там за портвейном. И вот этой беседки сегодня нет. Но вот это то самое место вот здесь вот. Вот здесь вот я впервые в жизни взял в руки гитару. И смотрел, как играют старшие, подглядывал. Вот подъезд, в котором я жил, на первом этаже. Квартира была. Шел домой, подбирал все это. Опять приходил, смотрел. А потом сам стал с ними играть уже вместе. Там настраивали гитары одна под другую. Вот это дерево, они были такие тоненькие. Этого куста не было. Это были такие тонюсенькие-тонюсенькие деревья. И вот то дерево тоже было очень такое тонкое-тонкое. И сегодня смотрю, и такое огромное дерево. Даже удивительно. Вот как время все меняет. Вот пятьдесят с лишним лет там прошло. Удивительное чувство испытываешь, когда приходишь в этот двор, в котором был когда-то маленький. И даже вот этот вот люк, который есть, я его тоже помню. А вот здесь, на этом месте, играли вальчики. Вот здесь вот так черту ставили тут, чертили. Это вот национальная киргизская игра. Во всех дворах играли. В том числе, значит, и я не мог пройти, потому что когда мне было там 11-12 лет, это была повальная во дворах игра. И я имел достаточно большие успехи, должен сказать, в этой игре. Не могу сказать, что я был самым лучшим в районе, но в первой тройке, пожалуй, был. Вот подъезд. Крыльцо уже совсем другое сегодня. И дверь железная. Тогда железных дверей не было. Все было настиж. Здесь стояла лавочка. Здесь стояла лавочка. Их тоже нет. А вот на том балконе, вон в углу, в самом верху балкон, там жили две старушки, которые всегда были недовольны тем, что мы то в футбол здесь играем, то шумим днем, то еще что-то. Мы называли их бабки-бакланки. Они выскакивали на балкон и, перебивая на другую, вверещали на весь двор. Выходить они сюда не выходили. Они только кричали с того балкона. А вот там стоит гараж. Вот здесь на третьем этаже, вот третий этаж, балкон закрытый, жил тракторист. Кличка у него была Гагарин. Звали его Ваня. Он скандалил все время с женой. И однажды, значит, когда он ее бил, жену звали Юля, как сейчас помню. Она выскочила из этой двери, бежала вот здесь, а она его закрыла на замок. Он не мог оттуда выскочить. И он вот с этих перил прыгнул, чтобы как коршун на нее, но промахнулся. И упал вот здесь вот где-то в этой клумбе, сломал там себе руку. И кличку ему мужики, которые здесь играли в домино дворовый, дали кличку Гагарин. И вот гараж этот был одного инвалида, который жил вон в том подъезде. И они что-то с этим Ванькой повздорили. И этот Ванька приехал ночью на тракторе. Трактор у него был такой, Беларусь, который пах соляркой и все. И выкопал перед входом в гараж огромный ров, чтобы тот не мог оттуда выехать. И вот это мы видели. Присыпаемся, значит, стоит этот трактор. И выкопана огромная яма перед входом прямо в гараж. Играли в футбол повально все. И вот тут стена. Я был вратарем. И, естественно, дворовые звезды, нападающие меня, как вратаря, тренировали. Я стоял вот в этой стенке. Были начерчены ворота. А вот оттуда, там не было деревьев, не было вот этих покрышек. Оттуда били мячом. И я, значит, около этого, в этих воротах стоял, так сказать, защищал, тренировался. Вот это та стена. И пропущенный мяч об стену. Хлоп. Это был гол. Здесь не было тогда асфальта. Я здесь даже падал. В прыжке. Отбивая. Не жалеючи себя. Вот. Здесь был арык, который был вымощен какими-то плитами. Этих плит сегодня нет, но по ним текла очень быстро вода. Этот сектор частный, как был, так и остался. Напротив тоже все осталось. А так интересно постоять вратарем у этой стены. Здесь уже была нарисована штанга. И там нарисована штанга. И вот в этой позе, понимаешь, это было увлечение. День и ночь. С утра до вечера. Квартирка здесь маленькая у нас была, двухкомнатная, с раздельными комнатами. Совсем небольшая. Ой, здравствуйте. Здравствуйте. Вы мой сосед, в 18-й жили, да? Да. А я вот здесь, в 18-й. Ой, вы в 18-й. Я в 19-й. Вы в 19-й, вот здесь. Да, вы мне не помните, наверное. Ну, вы тогда были, наверное, маленькая еще. У нас двое, Чинара и нет. Да. Наташа, я помню, кошка большая и бабушка. Да. Кошка пушистая сидела такая. Да. Да, когда вас по телевизору увижу, всегда вас вспоминают. Вспоминаете мне. Да. Вот. Вот квартира 18. Да. А я рядом, где классно. Вот, вот. Вот. Ну, другая дверь, конечно, стояла здесь. Но перила и ступени те же. Я думал, меня уж тут никто не помнит. Ну, слава богу. Вот он, шпиль старого аэропорта, который остался, как один из символов моего детства. Мне запомнилась вот эта клумба. Вот этот круг. Он тоже остался. Такой же, как и был. Здесь росли красивые-красивые, такие желтые чайные розы. И они красиво так смотрелись и пахли. Вот этих больших деревьев не было. В центре, может, что-то было. А в основном росли розы. Ну, и вот, чем эта клумба для меня памятна. Восьмой класс, когда мы окончили, мы собрались в одной девушке дома. Была вечеринка. И на этой вечеринке я сидел рядом с ее подружкой, которая в нашей школе не училась, но которая тоже была приглашена. в то время ходили мы как хулиганы. В руке, в кармане была нож-лисица. Обязательно должна быть какая-то наколка на руке. И вот в шестом классе, когда мне было 12 или 13 лет, мы в знак вечной дружбы с друзьями накололи каждый инициал. У меня было НС. И вот на этой вечеринке эта девушка, которая сидела рядом со мной, она спрашивает, это что такое? Я говорю, это Новиков, Саша. И она мне говорит, сведи, не позорься. Ну, а мы выпили шампанского, были, конечно, в приподнятом настроении. Я ее спрашиваю, прямо сейчас? Она говорит, можешь сейчас? Я достаю нож, эту лисицу, и прямо на глазах у ней разрезаю. Букву Н успел вырезать, а С не успел. Так кровью и залило. Девочка упала в обморок. Ну, тут давай заматывать что-то, приматывать, прикладывать. Ну, а поступок был героический. И когда это все закончилось, я пошел ее провожать. И она жила где-то здесь, вот в этом районе. Где-то там вот были дома, в которых она жила. И вот пошли мы с ней вот здесь, вокруг этой клумбы, эти красивые розы, которые подсвечивались прожекторами. И я ее спрашиваю, хочешь, я тебе букет нарву? Я был уверен на 100%, что она скажет нет. Но женская логика, она непредсказуемая. И она сказала, хочу. И делать было нечего. я вытащил этот нож, залез в эту клумбу, схватил эти розы несколько штук, а я никогда их в руках не держал, и я не знал, что там шипы эти колючие и жесткие. Мне казалось, что они мягкие. Я как схватил, сгреб их, они впились в руку. Делать нечего, я ножом их полостать. И в этот момент выскакивает кто-то из охранников и кричит там, лови его, хватай. Ну, что делать? Я вот так по прямой мимо вот здания аэропорта, вот здесь, с правой стороны, а там летное поле. Но летное поле было загорожено зеленым забором деревянным. Я перебрасываю через забор эти цветы, перепрыгиваю через этот забор и бежать в ту сторону. Думаю, зайду с той стороны. И вот с той стороны я уже когда пришел с этими цветами, вернее, я без цветов пришел, я их спрятал. Спрятал в кустах, прихожу сюда, думал, что она меня дождется, а ее нет. И вот так вышло, что я больше никогда ее не видел. Мы с ней больше не встречались и к стыду свою даже не помню, как ее зовут. Но когда я записывал альбом «Изводчик» и сочинял эту песню, я вспомнил эту историю. Мне показалась она очень такой трогательной, по-юношески трогательной, какой-то чистой, светлой. И я написал стихотворение «Помнишь, девочка». Потом сделал из него песню. И вот так эта песня стала к моей радости очень известной. Как говорят, сегодня стала хитом. Но начало песни, дух этой песни, правда, в песне все не так закончилось, как было по-настоящему. Там я досочинил, придумал. Но суть духа это вот из этой клумбы. Сегодня тут, к сожалению, розы не растут, но все равно растут какие-то красивые цветы, которые наверное напоминать будут мне всегда, если я здесь буду приходить. Тот вот вечер, те розы, этот нож, эти шипы и этот мой быстрый бег в сторону летного поля. Помнишь, девочка, гуляли мы в саду, я бессовестно нарвал букет из роз, дай бог памяти, в каком это году я не чувствовал ладонями за нос, надрывались от погони сторожа и сапоги не жалели в беге сил я бежал твоим букетом дорожа и запутавшись в запорах колесил крохли стола из разодранной щеки а рубаха развалилась пополам оставались чудом целы лепестки а штаны ползли бессовестно пошла ты сидела на скамейке далеко и считала в мыслях медленно до ста и аж заборы перемахивала легко и версту сменяла новая верста было взлетное поле все время работали двигатели и так осталось в памяти этот звук вот этих винтовых самолетов там были ангары в которых самолеты эти чинили и так далее вот был выход здесь вон там и сегодня такой бетонированный пустырь застроенный домами аэропорта уже нет но в памяти у меня это все так очень четко и красиво осталось это был такой красивый хороший зеленый район с которым связано все мое детство здесь я последний раз виделся со своим отцом это было в 1975 году я прилетал на несколько дней сюда он меня провожал вот здесь за этим зданием с той стороны аэропорта и больше я его не видел он ушел из жизни вскоре после моего отъезда и поэтому этот аэропорт он еще остался как последнее воспоминание об отце к сожалению осталось только здание и этот шпиль я думаю что это здание конечно ничего с ним не сделают это памятник скорее всего архитектуры памятник прошлого ну и безусловно это один из символов моего детства аэропорт да Субтитры создавал DimaTorzok